Здравствуйте, дорогие друзья! Мы проводим наш второй цифровой форум. Первый был зимний, сейчас у нас весенний. Так можем привыкнуть и втянуться каждое время года, отмечать форум. Первый дал очень важные результаты. Мы получили много обратной связи, очень много ценных идей. Ну и как вы видите по итогам размышлений по поводу этих идей, мы восстановили дифференцированную скидку 20-26% и отказались от программы кэшбэк. Я думаю, все должны пытаться делать новые ходы, искать то, что никто не делает. И часто это нам помогает и вызывает рост объемов продаж наших структур. Успехи компании за эти 20 лет этому свидетельствуют. Но иногда, конечно, мы делаем те ходы, которые не настолько успешны, как бы нам хотелось. Поэтому тоже надо уметь видеть, когда что-то не отвечает нашим ожиданиям, и быть быстрыми. И спасибо вам за то, что очень много о кэшбэке вы написали разного. И нам это очень помогло принять решение. И я надеюсь, что эта обратная связь, которая у нас и в таком виде тоже появилась, она дальше будет развиваться. Сегодня целый ряд ваших вопросов я тоже отвечу. Отвечу и надеемся, что всем цифровые форумы будут нравиться так, как они нравятся нам. Это такое первое. Второе. Здорово, что мы, вернувшись из похода в кэшбэк, мы вынесли с собой целую такую лукошку новых открытий, новых успешных акций. В частности, ни у кого нет акций типа нашей тысячи рублей новичку. Это очень интересная история. Мы очень много получили новичков. И мы видим, как за последние периоды, в том числе за этот наступивший и скоро уже оканчивающийся седьмой период, мы видим такой перелом динамики, видим очень признаки, что весна не только на улице, но она и в наших структурах потихонечку приходит. Вот это вот такая вторая радостная новость, которую я хотел с вами поделиться. Да, еще период не закончился, но уже есть чему немножко радоваться. И теперь ваши вопросы. Некоторые люди подписались и фамилиями, и именами, некоторые только фамилиями. Спрашивает Строганова, что очень нужны мастер-классы в прямом эфире. Появилось много новых продуктов. Уже Римма Корнеева сегодня вам сказала вместе с Ириной, что будем такие мастер-классы делать. Посмотрим, сколько людей будет их смотреть. Но если интерес есть, конечно, надо на него отвечать. Целый ряд писем пришел из Узбекистана. Я одно из них зачитаю. Это Абдиева Акмаль и Наталья. Со мной здороваются. И рассказывает, что очень сложно в Узбекистане расти и развиваться из-за того, что есть разница цен в каталоге Узбекистана с соседними странами. И, конечно, это негативно влияет на развитие структур. Часть людей начинают пользоваться тем, что приходят через границы соседних стран. Что я здесь могу сказать? Вы знаете, что в Узбекистан очень много лет была сложная ситуация в зоне валютного регулирования. И очень была сложная конвертация. И также второй момент, что очень высокие таможенные пошлины, акцизы. Собственно, это и вызвало то, что цены такие высокие по сравнению с другими странами. И очень здорово, что в последний год в Узбекистане очень много позитивных изменений, связанных и с валютным регулированием, и с снижением таможенных пошлин. Но, к сожалению, у каждой медали есть две стороны. И кроме того, что идет снижение валютных и таможенных барьеров, одновременно увеличивается налоговая нагрузка. В Узбекистане введен НДС 20%, введен налог на прибыль. Это, конечно, в свою очередь на цены влияет. Но мы ищем возможности. И целый ряд был встреч в Узбекистане в прошлом месяце в этом. И уже планируем с июля, что цены начнут активно снижаться. Очень надеемся, что это поддержит структуры и рост бизнеса, и, главное, настроение в ваших сетях в Узбекистане. И те, кто наставники структур, которые там работают. Два вопроса, связанных косвенно. Первый. Когда прекратится отключение промо-программ ВИП за день-два до закрытия периода и несколько дней в начале периода работы? Потому что сокращается количество, которое наши ВИПы могут работать в ВИП-программе. Как вы знаете, это связано с тем, что повышенная нагрузка на сайт приводит к очень нежелательным последствиям для всех, для нас. Мы уже в следующем периоде включаем Таджикистан в новую программу Partner 2.0. Очень надеемся, что все будет хорошо. И позволят это в июле уже в Россию подключить к новому сайту. И очень просим Таджикистан хорошо пройти тестирование. И надеемся, что уже в следующем периоде в Таджикистане не будут отключать программы ВИПа. А с июля уже и в России, и к следующим шагам в других странах. И такой же вопрос, второй, связанный с этой же историей. Это есть ли возможность сделать проще систему оплаты напрямую, без кошелька? Понятно, что мы привыкли работать в системе фабрии кошелек. Да, такой вопрос прорабатывается. И функция такая, тоже мы очень надеемся, что в новой версии сайта будет реализовано. Так что весна заканчивается уже. Надеемся, что к концу лета все уже будем не обсуждать эти вопросы, а будем все довольны, как они решены. Это Инесса Булия спрашивает. Вот вопрос из Польши. Маржана спрашивает. На хорошем русском языке, уважаемые все, есть ли возможность в будущем проводить такую конференцию на английском языке? В Польше много консультантов, но не все говорят по-русски. Ваша искренняя Марзена. Вот, ну, очень хорошая идея. Но я думаю, что все-таки давайте пока проводить форумы на русском языке. Но что мы можем сделать? Мы, конечно, можем сделать, вот я думаю, сейчас в течение недели перевод на английский, чтобы действительно люди могли послушать, не догадываться по нашим улыбающимся лицам и по силуэтам в платьях и в нижнем белье, о том, что здесь происходит, а еще и слушать. Сделаем? Вот, спасибо большое за вопрос. Дворяткина Людмила Ивановна. Супер новости по развитию бренда Флоранж. Спасибо. Три усекретных знака. Хочу уточнить по поводу скидки 30% на продукцию Флоранж. Для получения этой скидки нужно делать личный объем от 50 баллов любой продукции Фаберлик или продукции Флоранж. Очень здорово, что вы этот вопрос задали. Конечно, любой продукции можно делать 50 баллов, в том числе Фаберлик. То есть там, где для людей, которые делают 50 баллов на продукцию Фаберлик скидка 26%, для этих же людей скидка на продукцию Флоранж будет 30%. То есть это общий принцип. Так же лучше? Следующий вопрос Гаджиева Валентина спрашивает, здоровается, будет ли поставка в Азербайджан одежды и продукции Флоранж. Дорогие коллеги, в целом по всем странам, туда, куда мы поставляем одежду, мы планируем расширить и поставлять продукцию Флоранж так же. Это первая хорошая новость. Что касается конкретно Азербайджана, то у нас две таких трудных страны, Узбекистан с большими пошлинами и Азербайджан именно с большими пошлинами на текстиль, на одежду, на нижнее белье. То есть практически и так в Азербайджане, честно говоря, непросто работать. Все это, наверное, знают. Но в текстиле совсем это... Это не просто будет неприбыльная работа, мы бы на это даже согласились. Но это будет работа в убыток. Поэтому пока правительство не поменяет систему пошлин, а, может быть, в этом не заинтересовано, потому что в Азербайджане может быть своя хорошая промышленность текстильная, то мы, к сожалению, не будем поставлять эту продукцию. Можно, наверное, приезжать в соседние страны и там покупать. Рядом Грузия. Белова Лариса Геннадьевна. Добрый день. Подскажите, планируется ли выпуск мужской коллекции нижнего белья «Флоранж»? Очень высокий спрос, а предложить пока нечего. Слушайте, с весны мы планируем, чтобы появились и мужские, мужское нижнее белье «Флоранж». А то в индустриальном форуме показывают только девушек в белье. Конечно, кому это интересно? Будем показывать мужчин в белье? Как вы? Но, Суверина Васильевна, размеры 50+. Почему мы с ней так обошлись? Где одежда на наши размеры? Мы хотим эти вещи. Но почему только до 50-го размера? Обидно и нам, и партнерам, и нашим постоянным клиентам. Дорогие друзья, слушайте, нам и самим очень обидно, что мы весной не успели сделать коллекцию размеров, которые Андрей Бурматиков в 52-60 называет элегантными размерами. Там есть дальше роскошные. Но, посмотрите, в предыдущем версии Фаберлик выпускал размеры больше, чем 50-й. Кстати, хочу заметить, что в платье, которое вы сегодня видели, и в целом ряде вещей, были модели 50-го размера, и была даже одна модель, не буду говорить кто, 52-го размера. Но с помощью утягивающего белья, Фаберлик, и не только, это можно сделать, влезть в это платье, тем, какой 52-й размер. Что хочу сказать, что очень много людей в менеджменте компании, в руководстве, моя жена, все активны за то, чтобы у нас были одежда элегантных размеров до 60-го. Но мы увидели, что в прошлой версии с Андреем Бурматиковым мы и так пытались совместить в одной... Причем, помните, когда-то я говорил, что мы не будем делать отдельно линию одежды для женщин до 50-го размера, отдельно женщин больше 50-го. Помните, был такой прям замысел. Но что вышло, что не всегда получается быть самыми умными в мире. Дело в том, что силуэты, конечно, совсем разные. Сама посадка очень разная. И все-таки нам же очень важно, чтобы наши женщины элегантных размеров выигрышно смотрелись в том, что мы им предлагаем. Чтобы они демонстрировали превосходство, уверенность, яркость. И получается, что в одной линии, в которой и размеры до 50-го, и размеры после 50-го, этот каменный цветок не выходит у нас, не ложится. Поэтому мы сделали очень все-таки... Не всегда получается сделать небывалое. Поэтому все-таки будем делать, как все в мире, отдельно линию до 50-х размеров, отдельно линии элегантных размеров. И, собственно, уже пытались это весной сделать, но оказалось, что там много есть таких деликатных моментов, и внимания нужно гораздо больше. Поэтому мы же хотим, чтобы цены... Там же больше ткани, другие посадки. Мы же хотим, чтобы цены тоже не сильно у нас куда-то уходили. То есть вот если делать небездумно, то мы воскресней не успели. Поэтому интригую вас тем, что осенью выходит линия, где будет именно элегантный размер, 52-й до 60-го. Но чтобы было чем заниматься на следующем форуме, цифровом и оффлайновом, не буду рассказывать ничего дальше. Вы не против? Хорошо. Спасибо вам большое. Так что ждите осенью в 15-м? В 13-м каталоге. Так что никто не идет обиженным. Все будут... Мы, честно говоря, даже и про роскошных женщин думаем, 62-го размера больше, но что-то там еще сложнее. Поэтому давайте сейчас пока сделаем этот шаг. Так что у нас пока простите, что... Все требует времени, чтобы делать хорошо. Вот. И видно, после этого некоторым стало и мужчинам обидно, почему... Они спрашивают, там, добрый день. Софи Улин Радик спрашивает. А СССР можно пользоваться мужчинам? Или она только для женщин предназначена? Скажу по секрету, да, можно. Если мужчина, серьезный человек. Порядочный. Антроченко Наталья, Беларусь. Добрый день. Будет ли в Фаберлик посуда? В скобочках кастрюли, сотейники, чайники и так далее. Уже Регина немножко об этом говорила. Да, мы весной, там, в втором-третьем каталоге точно планируем такую новую большую серию. Есть задумка попробовать к Новому году, но не буду обещать, потому что контроль качества это большие очень сроки, поэтому можем не успеть. Так что да, планируется. Нур Магомедова, Айганат. Здравствуйте. Когда-нибудь планируют свести в ассортимент витамины для беременных и подгузники для детей? Значит, витамины для беременных. Как-то мы не думали до этого письма. Спасибо большое. Нужно будет нам несколько месяцев проработать этот вопрос. Что-то в этом есть, мне кажется. Поэтому бонус материнства – да, а витамины для беременных – что, нет? Но что касается подгузников, это просто мы уже изучали, по-моему, я даже об этом говорил. К сожалению, вот тот баланс качества и цены, которые нам представляются для фабеликов интересным и для наших покупателей, мы пока не можем достигнуть. Потому что там и производство очень такое специфическое, и рынок не очень большой. Поэтому, к сожалению, пока вот с подгузниками не видим возможности что-то хорошее, интересное произвести. Дорогие друзья, вопросы основные все. Были некоторые личные вопросы, я думаю, что мы постараемся прямо их лично и ответить. Алексеенко, Елена Николаевна спрашивает, ожидается ли новая спортивная одежда, спортивные сумки? Да, мы осенью планируем, две сумки будут выпущены таких спортивных. Слушайте, люди у нас потянулись к спорту. Это очень хорошо. Но я думаю, что, конечно, и весной, и летом хорошо заниматься спортом. Но я думаю, осень будет не поздно, я надеюсь. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам большое за то, что несколько десятков тысяч человек участвуют и смотрят нас в эфире. Я думаю, будет еще его запись. И кто не успеет сейчас посмотреть, посмотрит записи. И спасибо вам большое. Вы с нами. Это самая большая радость, награда нам в нашей работе. Спасибо.